Всем привет! В этом видео я хотела бы вам показать, как нужно наносить альгинатную маску Golden Coco. По-другому ее можно еще назвать моделирующей маской. Она очень эффективная, то есть она действительно очень хорошо отбеливает кожу лица, делает мощнейший лифтинг, выравнивает цвет лица, увлажнение. Почему? Потому что в нашу маску входит действительно золотой шелкопряд, цирицин, да, золотого шелка, плюс гиалуроновая кислота и витамины С и Е. Эффект от маски, он виден сразу уже после первого раза. В Южной Корее эту маску в основном делают в салонах красоты, когда нужно пойти на торжественные какие-либо мероприятия, то есть свадьба, юбилей или же годики, да. Почему? Потому что скульптурирование происходит, да, маска, вот сейчас мы ее будем наносить, она порошкообразная, мы ее сейчас будем разводить и наносить лицо. Что произойдет после того, как мы нанесем ее на лицо? То есть она прям схватится, да, и получится вот прям как маска действительно, да, которую мы потом будем снимать. Итак, давайте мы приступим. Использовать маску очень легко. Вот в этом пакетике 100 грамм. Если вы будете ее наносить и на шею, и на лицо, то вам хватит на 3 маски, да, то есть на один раз, честно говоря, если только на лицо, хватает 20 грамм. 20 грамм порошка плюс 60 грамм воды. Воду нужно регулировать самим, то есть 50 или 60, но маска должна быть такой консистенции, чтобы она не была густой, потому что если маска будет густая, она начнет трескаться даже после, во время нанесения этой масочки. Итак, давайте мы приступим. Вот так она легко очень открывается, да, вот. Достаточно будет вот так вот взять, вот так как, 3 ложечки. Вот, я вот сейчас кладу 3 ложечки, накладываю маску эту. Если вы хотите на шею, чтобы вам хватило, то можно чуть больше развести. Вот так она выглядит, видите, вот такой обыкновенный порошочек, выглядит как порошок, и мы сейчас будем наливать туда воду. То есть, посмотрите, я налила жидкость, и сейчас мы ее будем именно перемешивать, да. Так, такими движениями. Вы видите, что здесь есть вот именно золотой силицин, посмотрите. Прямо они видны, вот эти вот. Если вы внимательно посмотрите, вот. Вот так вот. После того, как вы ее уже перемешали хорошенечко, да, мы ее намешали хорошенечко, и мы ее сейчас будем уже наносить. Очень важно, чтобы вы сделали именно правильную консистенцию. Почему? Потому что от того, как вы ее замешаете, она так и ляжет, да. То есть, она должна именно хорошо накладываться на лицо, да, на кожу лица. Немножко растекаться она должна, потому что в области носа очень непросто накладывать масочку. Вот. И вот вы видите, какой консистенция у меня получилась. Вы видите? Вот такая. Вот смотрите. Вот так должно быть. Понятно, да? Вот так. Вот так она должна. Достаточно. Эту маску можно, вы знаете, наносить и на глаза. То есть, если вы будете лежать, то можно спонжики сначала. Спонжики надо сначала намочить, водички, да, то есть хорошенечко отжать их, и уже после этого наложить на два глазика и уже накладывать. Так как мы сейчас будем с вами делать это все на видеокамеру, я не буду накладывать на глаза. Зачастую я не накладываю на глаза, потому что я с ней хожу, честно говоря, да. Если у вас есть время именно, скажем так, ходить, ой, полежать, то это, конечно, будет намного лучше, да. Вот. Нужно именно вот так вот закруглить. Вот так вот. Глаза нужно быть очень-очень осторожными в области глаз, да, потому что так, чтобы не попадало, да, на глаза у нас надо. Так. И нужно именно нарисовать круг. Вот такой, да. И по кругу мы уже будем потом накладывать с вами, да. Вот так вот мы нарисовали кружочек. Теперь мы уже будем накладывать маску. У нее приятный запах, аромат. Аромат не могу сказать. Аромат не могу сказать. Конечно, хорошо, когда вы лежите с этой маской, да. Почему? Потому что, во-первых, релакс идет, да. Так как, ну, лежать это не значит, что обязательно. То есть, да, можно и не лежать. Можно вот ее сделать. Немножко она постекает, вот все это время. Чуть-чуть посидеть, минут пять. И уже как только чуть-чуть начнет застывать, можно будет уже перемещаться и делать там свои дела, да. Вот именно, видите, надо ее накладывать прям вот так вот. Она, видите, сама и растекается. Вот. Поэтому очень важно, чтобы мы сделали именно правильную консистенцию маски, да. Это действительно очень важно, вот. И если у вас остается маска, вы ее прям вот, вы знаете, по ободочку. Почему? Потому что вот этот ободочек потом очень легко будет именно сниматься. То есть, маска должна очень легко сниматься. Вот. Вот у меня хватает маски на шею сделать, да. Будет хорошо, конечно, если вы будете делать и шею. Потому что шея для нас очень важна, да, тоже. По шее, как мы говорим, определяют наш возраст. Поэтому, если вы разводите, разводите маску всегда чуть-чуть больше. На 10, да, 15 грамм надо развести чуть больше маски. Вот. Когда вы лежите, вам вот так вот, у вас вот не будет падать сейчас, как у меня. Так как я сейчас сижу, у меня вот это вот все течет. Но на самом деле оно, если даже течет, то течет к вам салфеточки, которые нужно, да, сделать. Кстати, я вам сейчас покажу, когда вы лежите, как вы должны сделать эти салфетки. Так, чтобы вы не ощущали их. Очень осторожно надо быть в области глаз. Самое главное, глаза, ноздри, да, чтобы у вас носик не закрылся. Так, ну вот, мы с вами наложили, да, вот так вот можете. Когда вы лежите, она накладывается красивее, конечно, чем когда сидишь. Но факт тот, что вот так это выглядит. Вот так. Когда вы лежите, можете вот так вот, чтобы не запачкалась ваша постель, да, ваша, скажем так, ваша, не запачкать ничего, можно вот так вот сделать. Вот. Салфеточки можно и вот сюда положить, чтобы... Вот так вот. Ну все, минут на 15 нужно оставить, 15-20 минут после того, как она прихватится, да. То есть больше я вам не рекомендую ее держать. Вот буквально 15 минут, ну 20 минут достаточно для того, чтобы маска, она закрепилась, да. Пересушивать ее тоже ни в коем случае нельзя. Вот. И вы увидите после того, как вы ее снимете, насколько эффективна эта маска. Всем пока!